Кицин не самый мягко говоря желаемый и используемый персонаж в игре, уж очень много более сильных челиков Михуё по приколу настрогала на роль основного дамагера, но шикарный внешний вид в двух вариантах, постоянный разного рода хайпа вокруг неё и факт, что киса частенько появляется на аккаунтах, в совокупности побуждает геншинуановских энтузиастов время от времени прощупывать кицу на предмет боеспособности в разных условиях, и вот чтобы упростить процесс поиска в ней изюма, сегодня я расскажу про 5 причин её всё-таки раскачать. Итак, первая причина, довольно широкий выбор стиля игры, начиная с физы, за счёт высокой интенсивности, мощи заряженных атак и удобного элемента под суперпроводник, продолжая электробилдом, который чудесно масштабируется за счёт конста, раздувки аниме персонажами и реакции с гидра, и заканчивая мощным рашем мобов, таким скиловым, скиловым врывом в уже реакционирующий компот для казни, ну, либо в качестве второго дамагера, к например, уставшему от житейских напрягов в гидростойке, Тарталья. Вторая причина, динамика и резкость. Кицин один из немногих персонажей в геншине, играя за которого, ты ощущаешь себя за рулём новенькой спортивной Бугатти с турбинами от истребителя, или там, когда срываешь спелую клубнику с чужой грядки, а фермер размером с БТР это замечает, и вот сердце в такой ситуации по скорости пульсирования сравнивается с динамикой Кицин. Ульта стоит всего 40 единиц энергии, можно хоть обспамиться до пробуждения третьего глаза, Ешка откатывается быстро, можно хоть обспамиться до пробуждения четвёртого глаза, ну серьёзно, это же прикольно. Кицин ультой и холдами раскидывает мобов, а вот Ешка и догоняет, и не даёт им отсрочить кончину. Третья причина, собственно, в элементальном навыке, финальный пункт доставки своей тушки можно контролировать, причём в трёхмерном пространстве, а значит не придётся ползти за мобами на хайграунд, ты тупо туда и телепортируешься с причмокиванием. Четвёртая причина, собирая Кицин, есть небольшое послабление в плане качества топового шмота, а именно показателя шанса крита, ведь, как мы знаем, Кицин ультуя бафает себя на 15% этого самого шанса крита, поэтому, например, можно не ломать себе башку выфармливанием 80%, а остановиться, например, на 65%. ХА! Пятая причина, следует из первой, но это левелап, своеобразный. Короче, вне зависимости от выбора стиля, электро или физ, у тебя всё ещё остаётся перк всадить вторым типом атаки, ненамного хуже выбранного, ну чисто с руки. Это адаптивность внутри боя получается, вот смотри, я луплю электро, да, а потом хренак, инфузия закончилась, или появился моб с пиростатусом, которого я бы не хотел запускать в космос, и вот я обрабатываю физой голубчика с хорошими циферками. В этом плане Кицовщи разваливает Аяку, никчёмную без инфузии, Тарталью, Райден вне ульты и так далее, тому подобное. То есть, есть возможность использовать Кицин фулл тайм без жёсткой необходимости какое-то время флексить на саппорте, или там втором керри, такая вот фигня. В скором времени мы разберём её минусы, если тебе интересно, а пока... у меня всё, я кончил. Ну и если ещё нет, то давай уже наконец-таки да, то есть тереби колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы, и вот видосик интересный, посмотри. Субтитры создавал DimaTorzok